Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ребят, мне многие пишут там, поздравляю с обновкой, рад за вашу обновку. Ну, спасибо, конечно, ребят, здесь не так же, вот я это слово уже забыл, потому что здесь, здесь совсем... Я вспоминаю детство, вот у меня была куртка осенняя, куртка зимняя, да, осенняя, она же весенняя, вот, ну и всё, да, и там тоже рубашки немножко, маечки чуть-чуть и так далее, а здесь просто не считаешь. Вот у нас тут комната есть, отдельная комната, ну, не шубохранилище, конечно, но комната для одежды, вот, ну, примерно две трети Танина, треть моя где-то, вот. У меня ещё, ещё там в разных местах обувь тот же самый, не считаешь уже, ей-богу, может быть, это и плохо, а может быть, это и хорошо. Ну, плохо в том смысле, что у каждого обновку уже не обмываешь, как говорится, да, вот, ну, здесь так. И потом Таня проснулась, мне тут написали, что, а я, говорит, думала, что она в зимнюю спячку уже, вот, нет, не в зимнюю спячку, проснулась и сказала мне, что эта майка стоит на самом деле, ну, вот эта майочка, да, я вам показывал этикетку, там, 10 долларов за две майки, вот. Вот она говорит, ты чё, говорит, зачем, говорит, я такие дорогие буду покупать. В общем, она на селе, и стоила она за две майки, она заплатила что-то меньше 6 долларов. Ну, сразу две, там ещё серенькая где-то есть, вот такая же точно, да, но только серая. Вот, и, ребят, я тоже хочу сказать, что здесь с одеждой так, не надо покупать то, что, о, увидели, всё. Это не обязательно, просто вот бывают сейлы, бывают распродажи, да, ну, наверное, в России то же самое есть. И вот, допустим, джинсы, вот тут у меня спросил кто-то джинсы, сколько стоят, да, ну, я ему дал вот на Валмарте, это самая такая нормальная цена, где-то тридцатка. Вот, а я вот, мы в том же Валмарте как-то были, и там целый висит это вот, много-много джинсов, но, правда, они примерно все одного размера, женские, что-то по 2 доллара, что ли. Вот, подходи, бери, они новые абсолютно, ну, просто вот что-то они не пошли, видать, как-то в продаже, да, и срок годности у них пропал, да, вот. Вот, ну, не срок годности, а, ну, просто надоели они, видимо, кому-то, вот. И по паре долларов, значит, хорошие джинсы, крепкие, абсолютно тоже какая-то фирма, вот, новые, естественно. Так что вот здесь вот так. Ладно, смотрим. Спасибо за поздравление с обновкой, ну, оно здесь уже так не звучит. Так, ладно, в Москве, новости в Москве, подростки избили полицейского. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в госпитале, МВД, после чего отпустили. С осылкой на источник сообщает РИА, возбуждено уголовное дело о грабеже. Причем, как утверждает источник, нападавшие ничего не похитили. А почему грабеж? И вообще это странно как-то. Ну, да, толпа подростков, это очень опасно. Прости Украины. Фильм Т-34 хотят запретить США, не только хотят, а уже запретили в Сан-Франциско, сорвали показ фильмов. Ну, ребят, а вообще-то они правы, украинцы, потому что, ну, сколько можно вот этой военщины, да? Там еще куча фильмов тоже все про войну, про войну. Ну, ладно, я мальчишкой был, много было фильмов про войну. А сейчас-то я уже далеко не мальчишка, а фильмы все равно про войну. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику Елены Малышевой. О, как! Грубое нарушение лицензионных требований. В общем, они к ним пришли, посмотрели. Значит, в кабинете врача пластического хирурга отсутствовали кушетка, шкаф для медицинских инструментов, перевязочный стол, весы. Также необходимые медизделия отсутствовали в помещениях для анестезиологии или аниматологии. А у пластического хирурга не было нужного стажа работы более 5 лет. Врач-косметолог, вопреки правилам, работал по договору возмездного оказания услуг. Я умер просто. Что значит возмездное? Да, это возмездие. Да, вот муж жене, значит, дал денег, это ей возмездие, чтобы она себе грудь сделала там 18-го размера. Это возмездие кому? Соседке, да? У соседки 17-го. Только два, я продолжаю читать, только два из 102 предметов техники проходили техобслуживание. А вот дальше интересно. Малышева в разговоре с агентством «Москва» предложила для смеха обратить внимание на сумму штрафа. Для смеха в кавычках. Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо, я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго. Ничего для ней 100 тысяч, это вообще не деньги, можно сказать. Да на 100 тысяч рублей. 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 Его штрафовали. Вот такие дела. И вот я что-то залез, ребята, вот на этот сайт ведомости, да? И дальше. Кудрин. Расширение санкций США станет шоком для российской экономики. Это Кудрин говорит. Председатель счетной палаты. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность к новой адаптации. Они могут быть жестче, чем сейчас. Действительно, давно не было санкций. Требуем санкций. Помните, да? У России есть потери от санкций, они продолжаются, отметил председатель счетной палаты. Но, видать, он что-то соображает, да? Немножечко. А вот счетная палата. Расходы федерального бюджета в 2018 исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет. Опа. Вот так вот. На низком уровне исполнены расходы по 10 госпрограммам, по 9 из них, по 9 из них, из них, хуже, чем в 2017. Дойчий банк объявил об уходе из России. Медведев отменил повышение платы за негативные воздействия на экологию. Ну, правильно, давайте, дым пускайте. Ничего, отменили. О, зато заминировали Останкина. Во, волна сообщений о минировании в Москве дошла до телецентра Останкина. Как предают ТАСС, сейчас комплекс проверяют кинологи и полиция. Вообще, кинологи и собаки. Ну, кинологи с полицейскими. Бошенник. Чего-то меня смех разбирает сегодня. Ой, ну тогда я вот эту новость читать не буду, поскольку она нехорошая. Прокуратура Барнаула принесла извинения Марии Матузной за необоснованное уголовное преследование. Да, был такой, если кто в курсе про Матузную, завели дело. Потом она покинула Россию сначала в Украину. По-моему, про неё рассказывал Саша Сотник, что она там ночью с ребёнком ещё в Прибалтику перебралась. Ну, всё, теперь извинились. Да, нормально, извините, мы вас убили. Да, вот дело Марии Матузной оскорбляла чувства верующих. А, такие чувственные верующие. Вот я не хочу быть верующим, да, потому что они все такие чувственные. Я лучше агностиком как-нибудь перебьюсь. Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией. Смотрите. Да что я. В Мюнхене я встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, который рассказал, что американское руководство отменило все встречи с Россией из-за акта агрессии в Терченском проливе. Пока российская сторона не отпустит украинских моряков, контактов не будет. И ещё вот этого американского тоже арестовали. Я боюсь, там второй магнитский будет. Честное слово. Не дай бог с ним что-то случится в тюрьме, да. Ну вот инвестор вот этого, как его, Кен, Кин. Вот. Не дай бог с ним что-то случится, это вообще-то да. Ну, конечно, я ему желаю здоровья. И вот ещё. Берни Сандерса объявил об участии в выборах президента США в 2020 году. О, ребята. Вот только не его, да. Уже говорят, что вот он от демократов, он самое то, что надо сделать, бла-бла-бла-бла-бла. Я его слушал. Ой, тоже болтун. Он... Нет, он мне не нравится. Не нравится. А уж лучше оправим, у инфри. Вот. Или я женщину хочу. Я хочу женщину. Ладно, всё. До свидания. Доктор Влад.